С 1999 по 2001 вице-президент областной федерации бодибилдинга. С 2001 года президент спортивной общественной организации «Союз саратовских силачей». Мастер спорта по греко-рибской борьбе. В гости к заключенным в 10-ю колонию приехал известный шоумен Вячеслав Максюта. Я даже не знал, что у меня столько всего. Спасибо. И очень хотелось бы сказать спасибо, кстати, у кого очень классный парень. Когда освободишься, к нам идем, ладно? Нам нужны ведущие. В 10-й колонии силачий шоумен впервые. До этого общался с заключенными в Энгельсе и в следственном изоляторе. Сегодня у него особая задача. Мы решили провести соревнования по перетягиванию каната. Это, с одной стороны, вроде бы забава, а с другой стороны, очень тяжелая работа. Насколько работа тяжелая, доказали сами участники. В этом этапе соревновались две команды. В каждой по пять человек. Победили сильнейшие. Соревнования продолжались, но уже на другой площадке. Теперь задача заключенных – штанга в 90 килограммов. Делаем четкое движение. Глубже вниз, полгом садись. Раз, хорошо, еще. По словам директора местной школы, спортсменов в колонии хватает. Им есть чем себя занять. Здесь и площадка с тренажерами. Зимой заливают каток для хоккея. Работают спортивные секции. У нас есть определенное время. Они пишут рапорта на имя начальника, чтобы могли заниматься разными видами спорта. У нас есть теннис, у нас есть футбол, у нас есть занимание железными играми, как мы их называем. К нам приезжала хоккейная команда «Кристалл». Для того, чтобы жизнь проходила не в однообразном унынии, а именно в совершенствовании тела и духа, у нас все это делается. 6, 37, 68, 89, 40. Под конец соревнований блеснул и сам силач. В следующий раз Вячеслав Максюта пообещал приехать с командой профессиональных спортсменов. И тогда-то они покажут заключенным настоящий мастер-класс. Анна Ковалева, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.